Здравствуйте! Мы сегодня собрались здесь с двух автосалонов, так как мы реально уже в панике, мы не знаем, к кому обращаться, кто нам поможет, так как нас, можно сказать, отфутболивают все, и полиция, и прокуратура, и мы уже не знаем, к кому обращаться. Дело в том, что в Ростове-на-Дону есть два автоцентра. Ростов-автоцентр, находящийся по Шолохово 312, и автоцентр-модуль-авто, находящийся по улице Кашельская 8, друг 5. Схема одна и та же, то есть вы приезжаете за новым автомобилем, а приезжаете, уезжаете, вернее, на новом другом, либо, как в моем случае, это далеко не новый, еще несколько раз битый, но по баснословным ценам и еще с баснословными кредитами. То есть ставки по кредиту, они реально очень завышены. Банк, на который я вот приехала под процент 5,4, сказали, да, мне одобрил кредит, но вместо моих заявленных 7 тысяч ежемесячного платежа, банк одобрил с ежемесячным платежом 31 тысяча. Естественно, я начала отказываться, естественно, я начала плакать, но мне сотрудники напомнили о 10% неустойки. Либо вы плачиваете, либо подбираете другой автомобиль. И нам дали распечатку, что мне платить кредит 27 тысяч в месяц, пенсия у меня 14 тысяч. Естественно, я отказываюсь, говорю, верните мне мой первоначальный взнос, мы уходим. Они пишите заявление, я начинаю писать заявление, и они согласно пункту 8.1.5.1, с меня удерживаю 90 тысяч. За что? За нашу работу? За какую работу? Во-первых, они предоставляют банки неизвестные, которые, вот изначально звонишь туда, в этот салон, как бы они, они начали говорить там, ВТБ, Сбербанк, все нормальные банки. В оконцовке, когда они подсовывают эти договора, выясняется, какой это банк плюс, банк оранжевый. Они подсовывают мировое соглашение, чем запугивают клиентов, своих покупателей. Они даже, вот мне так, например, они мне подали помощь на дорогах, я думаю, это вам подарок. А в оконцовке, когда уже на следующий день открыл юрист и начал смотреть документы, и говорит, а вы в курсе, что вы себе заказали услугу? Я говорю, какую? Эвакуаторы на год, 85 тысяч. Половина документов, которых мы подписывали, нам их не вернули. Вот даже у меня был первоначальный взнос, якобы, ну, по трейдину мою машину оценили в 320 тысяч. Изначально был разговор, что это идет первоначальный взнос за кредит. В оконцовке у меня по документам 159 тысяч – это первый взнос, а 161 тысяча – доп. оборудования, которого у меня в машине нету. Только одни чеки. Также у нас в документах появился какой-то неизвестный сертификат от ООО «Брокер». Как нам в салоне сказали, что компания ООО «Брокер» выступила поручителем, чтобы нам в банке дали кредит, за который с нас взяли 154 тысячи рублей. Наверное, 4 менеджера к нам подходили на этот период. Потом уже, когда подписала я этот весь договор, у себя в слезах, там криков было всего. Я этому маме джину говорю, ты бы со своей матерью так поступил. Моя мать нигде не работала, а я эти деньги подами кровью зарабатывала, чтобы им дарить. Я ей же тоже говорю, ты куда меня толкаешь? Ты же такая же мать, как и я. Как мне жить с ребенком? А она стоит-то, у нее такой взгляд холодный. Подписывайте. Все, весь разговор. Я думаю, так посмотрели, я приехала, лохушка, извините за выражение, с ребенком. Как бы сказать, сейчас мы ее и обуем. Ну, как так и получилось, что не меня обули. Первая начальная сумма по 6 тысяч, но оказалось 18. И вот сейчас я как бы воспитываю ребенка одна, мне катастрофически не хватает денег, я должна вынуждена платить этот кредит. Обратила себя и в полицию, и в милицию, и в прокуратуру, куда я только не обращалась. Да, да, у нас все приняли, у нас якобы заведено уголовное дело на этот автосалон, но они как продолжали работать, так и продолжают. Куда не обращаемся, везде смотрят на тебя, как, извините, на душу. Сама подписала, сама виновата. Единственное, хочу поблагодарить вот от всех, от своего имени, от всех депутата Городской думы, Федяева Евгения Александровича. Единственный человек, который протянул нам руку помощи. Благодаря ему правоохранительные органы хотя бы что-то начали проводить. Мы поняли, что мы купили битый автомобиль после каршеринга за баснословную сумму. То есть стоимость моего кредита, вот полная стоимость, более полутора миллионов. Автомобиль был битый три раза. Почему мы это не увидели сразу, почему мы не проверили эти же номера сразу, я просто, я не понимаю. Правда, я... Сейчас любой может кинуть в нас камень, сказать, что мы сами все виноваты, а теперь вот у всей страны просим помощи. Да, мы просим помощи, потому что мы реально сейчас в плачевном состоянии, и лично я, я не знаю, что мне делать, чем платить этот кредит и как вообще дальше с этим автомобилем быть.